запишем скринкаст как это делается слишком велик экран сверху у нас маленькое поле снизу большое поле поэтому высоту бы хорошо уменьшить здесь сделана такая хитрость для уменьшения размера холста подвести надо мышку снизу на полосочку под цифры так что появились двойные полосы и если мы теперь нажмем мышку левую кнопку то у нас передвижение влево будет уменьшаться размеры экрана при движении вправо увеличиваться размеры холста оставим вот таким размер сделаем фон каким-нибудь веселеньким давайте попробуем сделать с помощью раскрасок ну хотя бы вот такую из киви ролик наш будет выглядеть таким образом появляется надпись она меняется и еще раз меняется длительность 8 с половиной секунд и опубликуем эту запись в интернете для этого и существует здесь такие кнопочки мы можем публиковать запись в трех режимах это либо может быть html5 с которым начнем либо это может быть рисунок в формате гиф анимированный рисунок либо это может быть видео давайте попробуем html5 нажимаем на публикацию мы хотим чтобы у нас воспроизведение начиналось сразу при включении и чтобы у нас циклически повторялась повторялся наш клип нажимаем на кнопку публикации практически моментально получается у нас ссылкой который мы можем поделиться с кем-либо или включить его в письмо прямо и появляется код для вставки и фрейм который мы можем ставить в сайт блог и так далее давайте начнем ссылки выделяемые control c копируем и попробуем эту ссылку вставить прям письмо напишу я письмо а давайте самому себе и напишу александр кононов и просто эту ссылку пришли отправить практически сразу приходит письмо в которое мне надо нажать на ссылку у меня воспроизводится в окошке плеера мой ролик и повторяется бесконечно автоматически он начался и повторяться будет очень долго длительность восемь с половиной секунд первый вариант мы вставили ссылку в письмо второй вариант мы можем выделить control c и вставить в какой-либо блок блок у меня есть в которой можно вставить видео анимации в образовании просвещение мы здесь сейчас делаем сейчас создать новую запись создать новое сообщение и в режиме html который как раз сейчас включен вставим нашу ссылку и фрейм наш код опубликуем и посмотрим что у нас получилось загружен загрузка идет и вот этот ролик который мы смотрели раньше просто в браузере теперь включен у нас в блок он здесь будет воспроизводится бесконечно долго